Тагильские предприниматели на подведение итогов Союза торгово-промышленной палаты за минувший год. Работники аппарата отчитываются о проделанной работе и строят планы на будущее. Положительный момент я хочу отметить, что началась кооперация, субконтрактация, так называемая, как сейчас это говорят, среди предприятий внутри Тагилы. Раньше чаще всего в пределах своего забора работают и не знают, что делать у соседей. Большую работу провели. По крайней мере, сейчас вот это направление, оно все больше и больше охватывает наших предпринимателей, предприятий. И люди стали понимать. Сейчас ты там, где ты живешь. Сегодня в Нижнем Тагиле в Союзе торгово-промышленной палаты состоят 215 предпринимателей. Большая часть из них представляет сферу услуг и торговлю оптом и в розницу. Сегодня Союз пополнился еще тремя новыми членами. На предприятии также озвучили итоги проверки экономическо-хозяйственной деятельности торгово-промышленной палаты. По результатам ревизионной комиссии каких-либо нарушений в сфере финансов не выявлено. Полученные от членских взносов и оказываемых платных услуг деньги, а это чуть выше 15 миллионов рублей, использовались по назначению. В частности, 3,5 миллиона ушло на уплату налогов от деятельности Союза. 6-7 миллионов израсходовали на ремонтно-строительные работы нового здания торгово-промышленной палаты, оплату коммунальных услуг и заработную плату работникам аппарата. В Нижнем Тагиле фонд работает, программы работают. Не хватало денег в 2017 году на гранды, но я думаю, что будем ставить вопрос о том, что может быть что-то добавить. По итогам 2017 года, наверное, именно малому бизнесу не хватает платежеспособности покупателей. Сегодня малый бизнес, это непосредственно, наверное, работает с конечным потребителем, с покупателем, а платежеспособность населения за 2017 год не улучшилась. Еще одна проблема в Нижнем Тагиле и в бизнесе говорили сегодня – дефицит рабочих кадров. Проблем с рабочими местами, заверил глава города, в Нижнем Тагиле нет. Но есть острая нехватка высококвалифицированных кадров. Была программа, об этом, кстати, перестали говорить. Речь шла, президент давал поручение о высокоэффективных рабочих местах. Это когда один производит товарные продукции по стоимости, как когда-то производили, 10. И тогда эти 10 высвобождаются, переучиваются, если надо, и идут в промышленность или в бизнес, в экономику, если экономика это требует. По итогу совещания члены торгово-промышленной палаты подвели итоги и определили приоритетные направления работы на этот год. Анна Кизилова, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.